и сейчас едем на дачу а еще нам осталось купить деревья цветы и кактусы кусты мне конечно помогали мама и дедушка серёжа помогал сложно что-то представить но я не стесняюсь снимать какая она есть потому что потом по итогу она будет очень красиво я буду делиться с вами как не такой сделать док да я уже просто захэкал это все убирать и кучи липса нужно вот этот вот видите club так тут будет всем на 10 мне нужно очистить потому что приедет мини-трактор будет скапывать землю здесь будет у меня огородик так здесь более выкопал три куста под малину вот здесь будет вишня вот там будет персик и абрикос или наоборот в общем купили эти деревья а еще мы купили тут вообще ничего не понятно это хлам из дома вытащили вот видите вот эти кусты здесь будет прорубоваться дорожка и там будет виноград виноград будет вот так вот арка идти вот так чик 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 купили тоже виноград сейчас будем его сажать брала этот участок и так отсчитываясь моя тень это абрикоса вишня персик вот персик борисы раз покажу малину вот и куста малины и осталось посадить виноград на сегодня виноград у нас это велик 2 преображение а третий там какая-то шанхайская царица оператив дубок норму выполнил посадил деревья убрал часть территории и едет на обед 25 градусов на улице к настрою камеры уже более с почты вернется мы заехали на почту они по работе забирают материал вот мы на даче переделали кучу дела как надеюсь вы поняли потому что я снималась то старалась что-то снимать нам по факту больше работала чем снимал и знаете с каждым днем я понимаю что чем больше делаешь тем еще больше надо делать вчера мы с более договорились уже до того что хотим бассейн строить не знаю это конечно планы далеко идущие только купим бассейн дубной то ли все-таки будем строить потом сейчас я еду домой мне на почту пришли посылки надо не успею с ним хотя до 8 почта работать может успеющим сейчас нужно видео демонтировать поставить грузится его на youtube нужно выглядеть в инстаграме инстастори которая наснимала нужно разобрать стирку покушать заполнить квитанции вот и вещи выгружать на шафу кажется вообще ничего не нужно делать по факту каждое это движение это мой заработок мой доход если я не буду это делать я буду сидеть с нулем а мне не хочется так глаза закрывается им передать могу такое состояние когда много времени проводишь на свежем воздухе вообще приятная такая у тома у тома усталость хочу окружки я уже предвкушаю как у меня на кухне все вкусненько крошка и шуба и багет с конжутным маслом для потом вот мама сегодня утром уехала сейчас поменялся расписание на поезде мариуполь-харьков и получается то которое поставили новое но его совершенно неудобное и получается и его изменили ради того чтобы в киев добавить третий поезд мариуполь-киев стоимость билетов кота на которой от 700 гривен самый дешевый день а так по порядка двух тысяч на какой смысл я не думаю что у нас есть люди которые мы готовы платить такую сумму за поезд который слышно два часа идет быстрее нежели те которые ходят там по 200 по 300 гривен то есть абсурдно как так наломали все где мама ездит на автобусе с мариуполя харьков вот еще мне нужно на снимать несколько видео наперед потому что у меня на этой неделе хочу с двумя подружками встретиться сначала с одной потом другой а для этого мне нужно поработать в два раза больше я в каком-то из видео рассказывала что если я не делаю какую-то свою обязанность который в принципе сама себе придумаю обязанности но я такой человек я поставила цель я к ней иду если я не делаю какие-то задачи то я потом себя сильно колю я так не могу что ребята долго с почты возвращаются еще хочу на массаж лица записаться мне хочется корректировку и еще кстати я думаю по поводу того чтобы увеличить губы вот верхнюю губу не то чтобы прям пельмени делать а просто как корректировку сделать мама моя говорит принципе если это будет гиалуронка то ты даже на пользу это хорошо это витамины а вот без ботокса без ничего просто вот тут не знаю так ребята вот такой фильтр интересная там фильтр такая черная я уже дома я уже пообедала смонтировала два видео одно для youtube 1 для инстаграма сейчас видео конвертируется я пока решила ответить на комментарии на youtube и знаете что я поняла понимаю тех блогеров которые заводят себе администраторов это специальные люди которые блокируют хейтеров которые удаляют сообщения которые комментарии удаляют дебильного характера вот честно и такая экономия времени которыми очень не хватает вот много людей пишет хорошие советы и хорошие какие-то не обязательно комплименты но интересное мнение высказывают по интересному его высказывают но некоторые просто узнать такое впечатление что до хрени еще свободного времени нужно зайти ко мне на канал накакать куда гадость сейчас очень много дамочек полетит блок так что любимые мои подписчики и не подписчики кто пишет гадости в общем если следующий раз вы будете писать комментарий и и он почему-то не будет появляться либо вообще не будет видеть мой канал в доступе знаете вы заблокированы за что думайте сами я не буду никому тыкать носом как котят и рассказывать взрослым женщинам что можно писать а что нельзя писать все накипело задолбали так вот одним словом нельзя быть такими ограниченными и свою ограниченность сеять еще в общей массе честно у меня каждая минута времени вот так вот я очень ценю свое время и я не хочу тратить свое время на то чтобы перед какими-то течками утечками оправдываться мне это не нужно что если кого-то обидела извините никого не хотела обидеть ну просто так вот вот что случилось пойдите посмотрите какой мир крутой почитайте книжки посмотрите классное кино паритет в кафе с подружкой нет нужно сидеть срочить мне бред какой-то бабулин а то что вообще делаешь и видео снимаю видите ой не нажала он не нажал опять вот дерево цветет класс сюда скоро будут и я покажу вам шок контент просто такого вы не ожидали посмотрите на мои руки я вчера имела честь готовить виноградное вино а теперь я не знаю где буду это отмывать я вчера мыло 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 разными видами мыло но ничего не получается как мне вообще улица выходить такими руками всем ребятам сейчас у нас среда мои руки по-прежнему в таком же ужасном состоянии я приехала сейчас к себе домой сейчас нужно снять два видео пока дедушка будет платить за квитанции поедет я смонтирую видео потом он приходит и мы с ним едем сажать огород он у меня рвется просто воскресенье был и сегодня среда и у меня каждый день рассказывает каждый бегает на рынок покупает какие-то семена в общем это еще огородник еще поглеще чем я так мы значит с ним идем он приходит мы идем с ним едем с сажаем все вот и вечером я буду делать вино а завтра встречаюсь подружкой а еще почему такая срочность посадить огород прямо сейчас потому что у нас начинаются дожди то есть сегодня один теплый день а потом грозы 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 и потом как бы потом начинаются праздники и некогда будем этим всем заниматься вот я снял на машине потому что если бы я была без руля я не знаю как бы я все вообще успевала потому что все вроде бы не так и далеко друг от дружки находится но когда я на одну почту на вторую почту допустим вчера мне нужно было на одну на вторую почту я потратила почти час а так на машине мне это выйдет минут в десять то есть разница ощутима все я бегу домой снимаю видео и и и и и и едем вот так погода вообще шикарно сейчас покажу закона вид какой зелено единственное что меня смущает эти кучи мусора но в субботу по праву по планам у нас субботник должен быть подготавливаясь к съемке видео сейчас буду снимать вам мои покупки секонд-хенд и лук-бук параллельно делаю маску это разогревающая от гарнир вот ее хватает на две части у меня еще вторая половинка руки я не знаю как привести в порядок просто это катастрофа гениальная головушка ували так быстро снимаю видео монтирую обедаем едем на дачу меня колбасит сейчас просто не по детски я вам передать не могу у дедушка пришел только что снимаю видео снимаю видим еще более набирает дергает отрика у меня их на него накричала горни мешай мне и получить заканчиваю съемку этого видео и мне нужно переодеться чтоб 2 начали снимать даже не буду в одном и том же и я подхожу к окну то что у меня окно и шифонер рядом получается я подхожу к шифонеру но окно рядом и а боковым зрением вижу там не детская площадка там на такие турники на которых выбивают ковры я боковым зрением вижу что там бывают ковер а потом у человека начинает трусить я поворачиваю получается у женщины случился эпилептический припадок и она упала я бегом я разде тесту я бегом хватаю какие-то вещи которые на себя нацепить а у меня тут все такое сценическое я бы сказала не подожди я в таком в общем ладно это не важно я сейчас на нервах просто короче бегу хватаю спортивный костюм одеваю параллельно звоню боре говорю что делать в скорую звонить или в полицию звонить и вообще я в таком растерянном состоянии он говорит подожди типа что случилось я ему рассказываю и пока я это рассказываю одеваюсь параллельно вижу что начинают люди сбегаться уже к этой женщине уже они вызвали все боже мне аж дурно это так страшно когда на твоих глазах происходит фух главное переместились ко мне на огород так все дедушка гроблями проходит потом мы будем сажать ледиску горох лук чернуху буряк морковку баклажан так значит тут у нас дикий виноград серёжа с ним разбирается боже мой по-моему серёжа разбирался я туда тоже упал смотри там лестница заканчивается и ты падаешь вот это вход вообще и вот он зарос полностью виноград да а майонокс это просто жесть так а там дальше мы с дедушкой занимаемся огородом вот это вот надо будет спалить кучи все еще не дошли до них руки сейчас покажу что мы посадили так здесь мы посадили вот пока что всего этого участка у нас рядок редиски раз-два-три ряда морковки два ряда лука чернушки и сейчас будет ряд которого вставлять надо лука с лестница оказывается есть мы даже не знали за счет этого всего богатства прибежали мы с почты с почты говорю с дачи и первым делом я готовлю кучу сына будут такие макароны по-флотски а-ля паста очень вкусно и использовала такую приправку салат здесь у меня с яйцом и черемшой и заправлю его вот таким вот конжутным соусом видите какое мне интересное предсказание сегодня ожидала на огороде посадили вот здесь здесь у нас горох и щавель там даже хрена уже есть плюс там кабачки тыква и огурцы эти все что было в траве все попалили только парили не здесь парили в другом месте брали я тут варю супчик это меня зажарка готовится супчик будет овощной плюс я жарю кафе у меня мы сегодня за утро успели погулять когда мне снять видео по лукбуке сережа любят на там девочка на тебя напишет вот собрали мусор съедим на левая буду снаре встречаться а ребята едут по работе потом нужно смонтировать видео еще одно смонтировать видео и еще одно видео смонтировать выгрузить обновление это вот получился такой машинный очень в основном так как-то надо стоит не хочет держаться расскажу им ситуации только что как вы знаете дача наша да пока что не решается там проблемы с мусорными баками то есть как люди раньше которые там живут на постоянке как они поступают они будут выкинуть мусор просто в поле мы подняли вопрос председателем дачным дачного кооператива и он точно еще нам не дал ответа ну в общем сначала скажу что нужно залог внести потом еще что-то мы потом выяснишь что этого все не нужно делать то что он рассказывает ну вот будут собрания будем решать но тем не менее на данный момент мы с ним договорились над на то что мусор выносим соседний кооператив в общем такие бытовые проблемы это же не все придерживаться брать многие приходят кидают мусор как попало да там и также он летают пакетики все в грязи я молчу когда это делают пожилые люди ну ладно я понимаю им тяжело дойти до того кооператива хотя там идти буквально 50 метров но один девушка молодая более ой какая молодец ты отнесет мусор она что она делает она обходит ту свалку которая образовалась ближе к ее участку и прямо возле нашего выбрасывает мусор я говорю девушка председатель сказал что мусор выносить нужно контейнер вон там где и говорю на 30 метров по прямой дороге вы вы увидите на что она начала какая разница и в общем завязалась такая перепалка ник не оскорбление не просто что она не понимает почему нельзя убрать мусор вот прямо так вот в поле что мне более сказал что я еще мы не успели освоиться я уже врагов наживаю я не знаю я не скандально подошла я не кричала не оскорбляла я просто сказала что ну зачем выбрасывать мусор здесь вот в общем такая от нас дилемма и мы ехали всю дорогу сюда мы сейчас по работе ему случайно нужно было на работу мы ехали всю дорогу из этого спорили он все говорит что я не права а я говорю что я буду каждому кто будет поступать выкидывать мусор там где не положено и вот тебя замечание ничего такого сверхъестественного я не делаю это нормальное явление каждый человек должен соблюдать какие-то порядки какие-то устои вот рассказала вообще мне был с ним другой план совершенно дня это получилось что я взяла другую сумку и забыла ключи и забыла документы на машину я планировал сейчас заняться вином цветы накупил огород хотела там по посадить а потом ехать домой а получилось что на первых у нас и погода плохая дождь идет и в трех я без машины то есть сейчас я набор на машине потом я без документов уже не езжу потому что мне так страшно за этот если вдруг штраф такой мне придет как сейчас за езду без документов поэтому завтра короче сейчас я порешаем сборе вопросы по работе его приедем на дачу там сейчас серёжа покупает металлолом кстати на даче мы с ним в телефоне ведем переписку мне бочку купил уже такую старую советскую вы скажете чем бочка для переделать для diy вот бочку купил там себе по ремонту какие-то хламы покупают мы приедем его заберем меня более закинет домой и сегодня я буду много снимать видео и буду много монтировать и буду много еще фотографировать вот так в общем бы рассказала вам вкратце напишите кстати как вы считаете стоило мне делать замечание этой девушки или не надо было забыла вам вчера рассказать я встречалась с надей я уже как-то оставляла ссылку на на дина и профиль на сайте шафа и сейчас оставлю вы перейдите зато посмотрите у надеть шикарные вещи и так я встречалась нами и специальные заранее купила и такой наборчик у него в самой сама им пользуются мне нравится и надя хотела подарить в итоге его забыл в машине и потом когда мы встретились я заскочила магазинку автору поэтому есть при такой набор здесь я купила лаваша и тоже надо рассказал мне рецепт пиццы и я хочу приготовить используя три лаваша пиццу потом покажу вам купила рованские травы камеш это польская фирма лавровый лист тоже камеш польская фирма купила вообще ругайте мне пишите валяне ну-ну торченбургер соус и купила французский багет я просто не общество подсела я не могу без багета без лаваша боже мой и когда я буду на маникюр попасть на маникюр не нужно досадить мой огород и найти нормальные перчатки в себе огородные потому что все что у меня есть я них не могу работать плюс сегодня я еще поняла что мне нужно построить не из кворечника а кормилку такую кормилицу как она правильно называется для птичек потому что птички прилетают и все что я там посадила на огороде пытаются выклевать бед багет соусы